Продолжение следует... 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 И тогда появилось вот это, а теперь появилось вот это О чем, ну, внешняя память уже в нашем современном смысле О чем, к сожалению, у меня нет возможности по времени сейчас говорить И тема вообще другая Но это то, что представляет для нас серьезную опасность Потому что одновременно с ростом и совершенствованием чудесных носителей информации, которые внешние Исчезают некоторые функции, которые с нами неплохо бы, чтобы оставались Например, память У людей поколения Google, это доказанные научные исследования Это не разговор на кухне, это серьезно Существенно хуже память, чем у их бабушек или даже прабабушек Даже не за чем помнить Достаточно сказать, окей, Google, он тебе все сообщает Ну, в общем, это серьезная история Вот раньше, это умилительные старые карты мозга К сожалению, это все давно не так, но очень жаль Потому что если вглядываться в эти карты, то там, значит, каждый кусочек мозга занят своим делом Там тебе отдельная романтическая любовь, отдельно страстная Отдельно пилочки, отдельно ножички, в общем, красота Только этого больше ничего нету Потому что это гигантская нейронная сеть Огромные величины И я даже некоторые цифры произнесу И вот скорее, уж такого рода карты появляются там в учебниках Хотя и это очень относительно Я бы здесь обратила внимание на то, что в мозгу одни и те же отделы занимаются, скажем, реальным прыганием, беганием или сидением И слова, которые это обозначают Вот это относительно новая для неоспециалистов вещь Потому что всегда говорилось, что как бы вот здесь язык, а здесь движение, а здесь там слушание, а здесь зрение Это не так То есть, где бегаем, там и слова про бегание Вот тут вот Поехали дальше Вот ужаснуть хочу тех, кто этого еще не видел Это кошмарная нейронная сеть Если вытянуть в одну ниточку нейроны и все их эти щупальца, которые от них отходят, аксоны и тендриты То получится величина в голове каждого из здесь сидящих Такая, что может 68 раз вокруг Земли облететь или 7 раз на Луну Это я имею в виду, что не бейтесь головой об стены Жалко Совершенный уж очень продукт В геноме человека более 80% генов работают на мозг Есть о чем подумать Потому что мозг дорогая вещь Он очень дорог Природа просто так случайно ничего делать не будет Это, вы понимаете, отбор миллионов, миллиардов лет Поэтому раз сошлось на том, что 80% всей генетической работы идет на мозг Значит, мозг важнее всего, что в быту-то понятно, а вот в эволюции не обязательно понятно Потому что, скажем, есть загадки, которые мне покоя не дают Ну, например, муравьи Вот вы не знаете, сколько лет живут муравьи на этой планете Я вам сообщаю, 200 миллионов лет 200 миллионов лет Они живут себе и живут И никуда, замерьте, не эволюционируют Вот я большую часть жизни проработала в Институте эволюционной физиологии И должна была бы отвечать на свои вопросы Но я не только сама на них не могу ответить Я их много раз задавала разным людям И получала ответы, которые пренебрежимы Ну, их даже нечего говорить Мы не знаем, почему Мозг вот такой Ну, булавочная головка 200 миллионов живут И ни в каких людей Это я так дурацкая шутка Не превратилась Равно, как и обезьяны Что-то не видно А что они задержались Превратились бы В ЛДПР бы Вступили Вот Поедем дальше Я не знаю Я действительно не знаю, что вы знаете Поэтому Может быть, вы слышали про этот знаменитый Фокс Питу Ген Про который было написано Стивен Пинкер вообще довольно нагло Написал The language gene is found at last А в другом месте он написал The grammar gene is found at last Из этого следует, что ему нужно поставить двойку А ему нужно перестать себя позиционировать Как в качестве мегазвезды Потому что только очень необразованный человек Значит, надо либо про это не писать ничего И тогда все в порядке Либо если ты пишешь, ну, хоть что-нибудь узнать Не может быть гена Никакого одного Который обеспечивает Такие сложные функции Как язык Вы что? Ген грамматики? Ну он вообще репнулся, что ли? Ну, в общем, это анекдот, конечно Поэтому Вот я обратила бы внимание На ваше, на последнюю фразу А именно Есть гены, которые включаются тогда Когда нужно запомнить важные вещи И надолго Это к вопросу о пользе интеллектуальной жизни То есть При серьезной интеллектуальной работе Вы включаете другие дополнительные гены На самом деле Этот Фокс-Пи-2 Который действительно нарушается В семьях У которых проблемы с языком Ну, это отдельная тема Но, в общем, это доказанная вещь Вот Все думали А что он, собственно говоря, делает, этот ген? А делает он вот что Он Он связан Со способностью людей Вычленять и обрабатывать Дискретные компоненты В сложных последовательностях Он Этот ген Отвечает за то Чтобы правильные дендериты Правильные аксоны Пошли в правильные места Он, разумеется, не спрягает глаголы Но он обеспечивает Функционирование мозга Который должен заниматься Такими кошмарными вещами Мне неловко В профессиональной среде это говорить Но меня Просто не устает Вот Всю жизнь не устает Поражать Как мозг справляется с этим Значит Фонетика Совсем Я уже про фонологию даже говорить не хочу Фонетика Морфология Да, значит Фонемы Слоги Или там морфемы Слова Все вложено одно в другое Слова вложены в фразы Фразы вложены в тексты Надо всем этим есть Просодические характеристики И так далее Дальше по списку Что каждый из вас может добавить То есть это кошмар Это происходит онлайн И заметим Я ни звука не говорила про смысл И не скажу Я говорю только про структуры Это жуткое же дело Уже не говоря о том Что когда мы читаем У нас есть спасительные пробелы Правильно? Вот мы знаем Где слово кончилось А если мою быструю речь Записать И посмотреть на спектрограмме Как всякие кто видел эти спектрограммы Знают То это нужно учиться специально Для того чтобы отделить Одного от другого То есть как вообще это происходит Вот этот парсинг Как он это делает? Дальше Все таки Есть отделы Которые с языком связаны Это зона брака Которая наиболее активна у меня Сейчас Потому что я говорю И зона верники Наиболее активна она у вас Поскольку вы не говорите А слушаете Зона брака здесь А зона верники здесь Это все хорошо Или плохо Потому что это проявляется в клинике Это в медицине А если мы голову здорового Нормального человека Засунем в томограф Вот И он будет выполнять Лингвистическую работу Например То мы увидим Что весь мозг действует Кстати Мифы надо разрушать Один из мифов Насчет того Что мы пользуемся Пятью Или десятью Там Процентами мозга Это совершенно неизвестно Кто придумал Не имеет никакого отношения к жизни Дальше Очень важен Это я здесь специально говорю Поскольку Вы готовите учителей Очень важно Знать в каком возрасте Что развивается И в каком возрасте Какой мозг есть у человека Это ведь нестабильная ситуация И более того Огромная разница В скоростях развития У детей Которые Вот я повторяю Здесь даже это неловко Говорить Потому что вы это лучше Чем я знаете Нам же важен Не паспортный возраст Не сколько у него там Написано в бумажке А что у него здесь А здесь у него может быть разница В два года Иногда даже в три года С теми кто Того же возраста он Что и он Из этого не следует Что это отсталый ребенок Потому что такой отсталый ребенок К примеру был Эйнштейн Его вообще считали там Чуть ли не слабоумным Что не отменило последствий Поэтому Вот на это Нужно обратить внимание И обратить внимание на то Что количество людей С проблемами чтения Растет Я на плату бы не пошла За эти слова Потому что у нас Очень плохая Информированность О статистике В предыдущие годы Не говоря о веках Про века мы вообще ничего не знаем Но даже годы Просто статистики нет Поэтому Действительно растет Эта дислексия И дисграфия И раньше была Да никто не смотрел А считали что двоечник Ну двоечник и двоечник Почему он двоечник Почему он двоечник По русскому языку Если он победитель Олимпиад по математике Вот я просто хочу Чтобы мне кто-нибудь Объяснил Так же не может быть Понимаете Если у него вообще Низкий интеллект Ну тогда Там может быть все что хочет Но если он Первый шахматист Так сказать На деревне И если он Берет призы По серьезным олимпиадам А при этом делает 40 ошибок на страницу То из этого Что-то следует Вы попробуйте Сделать 40 ошибок на страницу Попробуйте Это отдельное занятие Вот в процессах чтения Участвует много зон Поэтому я уверена Что вы наткнетесь Где-нибудь на слова Открыли ген чтение Там ген пение Это мура Это все время Отовсюду валит Вообще не смотрите Просто не смотрите В эту сторону И скажут А вот есть Вот это место в мозгу Которое занимается чтением Нет такого места Его нету В этом принимают участие Много разных зон Одни, которые занимаются Например Фонологическими процедурами То есть Ну Perception или production В данном случае Даже не важно Вот Идентификация букв То есть Зрительное изображение Сканирование С очень большой скоростью Мы же должны Читать по правилам Мы движемся в одну сторону Неважно в какую Зависит от системы Но в одну Мы не должны Перескакивать через куски Мы Если мы не читаем По диагонали Я сейчас это не трогаю Я говорю Про маленьких детей Не про Опытных Читателей Не про это говорю Не должны возвращаться назад Ну и так далее Вот мы занимаемся Сейчас этим Сейчас есть аппаратура И методы С помощью которых Можно увидеть Как это происходит Вот видите Какое количество Я не предлагаю Вчитываться в это Я просто хочу Показать Какое количество Мест в мозгу Участвует В этом сложнейшем Процессе Поэтому скажем Если у ребенка Мозг не дозрел До стадии Когда он может Это делать Или Он не просто Не дозрел А там что-то Серьезно сломалось Есть же семьи В которых Дизлексия Дизграфия Идут по поколениям Это может быть Генетические вещи Ну например Из таких Ярких Примеров Это королевское Семейство Швеции Несет в себе Эту генетическую Поломку Поэтому королева Мать Ей все благодарны Она Финансирует Там съезды Раздаёт гранты И так далее Потому что О внуках Заботится То что называется Проблемы с чтением Письмом Я повторяю Гигантского размера Нет ни одного Класса Где не было бы Дизлексика Есть учителя Которые об этом Не знают Есть массовые Родители Которые об этом Не знают И несчастные Дети Которые С первого Мгновения Становятся Двоечниками Навсегда Со всеми Вытекающими Отсюда Для их карьеры И даже В научном В научном Смысле Они Зачем я Это Говорю Они Предпринимают Сейчас Очень Большие Усилия Просто Даже На государственном Уровне Для того Чтобы В какие-то Там Справки Которые Дети Предоставляют В школу Ну Когда они Поступают В школу Чтобы Там Были Пункты На Эту Тему Чтобы Можно Было Насторожиться Заранее Вот К примеру Это Огромный Список К примеру Люди У которых Дизлексия Рокфеллер Дастин Хоффман Генри Форд Тарантино Эйнштейн Король Швеции Я Повторяю Таких Слайдов Я могу Вот Такую Пачку Вам Предъявить Это На Тему Того Что Это Не Какие Дети Которые Должны Ити В Специальную Школу Потому Что У них Голова Плохо Абсолютно Не про то Это Другая История И к ней Надо Относиться Внимательно Есть Признаки Дизлексии Даже В мозгу Мы можем Знать Вот У нормально Читающего Человека Мы не будем Копаться В этом Естественно Вот Эти Зоны Участвуют А у Дизлексика Вот эти Две Не участвуют Вообще То есть Мы это Можем На Мозге Увидеть На Поэтому Для Детей У которых Такие Проблемы Есть И они Должны Идти К специалистам Их должны Обследовать Пускай Этот специалист Энцефалограмму Как минимум Нужно сделать Пускай Пускай Этот специалист Скажет Мамаша Не морочите Мне голову Хороший Ребенок Отстань На здоровье Прекрасный Ответ А если Нет То тогда Это требует Работы Специальные Вот видите А Типи Это Вот Мозговые Все эти Истории Типичные То есть Обычные Читающие И Дизлексик Вот красное Это то Где активность Мозга То есть Мозг Не так Работает Не так Это значит Плохо Это значит Не так И Ну в общем Ясно Да Поскольку Этот ген Языка Все Это я издевательски Пишу Поскольку Все эти гены Ищут То тем не менее Я хочу сказать Что вот То что красным Обозначено Это те Генетические Места Которые С дизлексией Связаны Из этого Нельзя Обратно Вывод делать Что это Гены Дизлексии Вот это Или там Гены Чтения Это мы Не можем Скать Но если Вот здесь Вот штучки Начинаются То это Объясняет Почему У ребенка Там Единица По всем Предметам Да Ну наш Язык Это Как вы Понимаете Конвенция Вот я Эту картинку Поместила Потому что Это символы Которые Мучили В этом Знаменитом Американском Проекте Где Обезьяны Человеческим Яблоком Такого Бреда Там Не Было Но Конвенциональность Языка Они Разумеется Соблюли То есть Эти значки Ничего Не Значат Значит Этим Зверям Надо было Это Переносить Но это Которые Которые Вообще Вообразите Какую Кошмарную Работу Ребенок Должен Проделать Когда В школу Поступает Перед Ним Какой Бисер Вот Такого Размера И ему Нужно Этот Бисер Во что Не Слышал То есть У него Все Силы Ушли Только На Техническую Эту Работу Которая Кошмарная На самом Деле Ну Мы знаем Что У нас Есть Языковая Способность И Речевая Деятельность И Если На Жестких Позициях Скажем Хамскианских Стоять То Это Некие Базисные Универсальные Правила Которые Похоже Врожденные И Имеющие Генетическую Основу Я Не хвалю Не ругаю Хамского И я Сама Не хамскианка Но Факт Есть Факт Что Есть Некие Штуки В мозгу Они Конечно Не про Творительный Подеж Как вы Понимаете Они Даже Не про Национальные Языки Разумеется А это Некое Устройство Которое Позволяет Каждому Здоровому Ребенку Земли Обладеть Тем Языком В который Он Родился Ведь Что Делает Ребенок Вы Вообще Представьте Он же Должен Раскодировать Кошмарный Код Его Никто Ему Не сообщает Что Это Куда Он Попал Он Должен Расковырять Этот Язык И Написать Себе Сюда Реальный Учебник Этого Языка А то Что Он Это Делает Это Факт Потому Что Все Здоровые Люди Земли Говорят Значит Каждый С Этим Справляйте Заметим Независимо От уровня Интеллекта Если Только Этот Интеллект Ну Совсем Не Рухнул Да Наш Язык Устроен Не Только К вопросу Цифровой Экономики Он Digital Так Сказать Вот Эти Вложенность Это В Это Это Матрешка Такое Но Это Открытый Список Кроме Грамматических Слов Всегда Может Быть Добавлено Все Что Угодно Это То Что Называется Продуктивность То Всегда Могут Быть Придуманы Новые Слова Фразы Типа Зеленых Идей Которые Яростно Спят Или Глупые Куст И так Далее То Вот Эта Машинка Работает Она Генерирует Эти Штуки В отличие От Языка Животных Потому Что Если Здесь Сидела Биологическая Аудитория Я В них Выступаю Час Они Сказали А А что вы Собственно Расшумелись У всех Есть Язык Есть У пчел Есть У зайцев Я даже Более того Скажу Амеп Есть Он Химический И что Мы Разве Про Это Мы Не Про Это Мы Говорим Про То Что Такого Языка Как У нас Похоже У Других Нет И То На Плаху Не Пошла Вы Потому Что А может Мы Не Расшифровали Например Сложнейшая Коммуникационная То есть Понятно Что Миллион Тон Записанных Сигналов И везде Лежат И все Они Оцифрованы И дальше Что Как На что Резать Будем Мы У нас Ключа Нет Понимаете Поэтому Я хочу Сказать Что Может Быть Вдруг Какой Выплеск Будет Такой Мы Скажем Нет Не Только Мы Но Пока Что Только Мы Имеем Систему Такой Степени Сложности Все Остальное Как Бы Гораздо Более Размытое Ну Ладно Это Я Говорила Уже Откуда Мы Это Все Берем Мы Это Берем Примерно Из Этих Данных Это Конечно Медицина Это Клинические Данные Которые Сама На Людих Эксперименты В жестком Смысле Никто Не ставит Но Природа Может Это Поставить Сама Травмы Ранения Можно Упаси Инсульты Опухоли И так Далее И поскольку Известно Где Чего Сломалось То Соответственно Из этого Берется Информация Вот Откуда Эти Брака И верники Откуда Они Делись Пациенты Жи были Просто Которые Один Молчал Ничего Не говорил Но Понимал А другой Болтал Сколько угодно Но Абсолютно Не То есть Это Из Клиники Дальше Это Дети Это Исследование Детей С Нормальным Задержанным Или Даже Аномальным Языковым Развитием Это Кроссвингвальное Исследование Очень Интересная Вещь Довольно Новая То есть Скажем Афазия Ну это Нарушение Языка Обвал Языковой Системы Представьте Себе Что Это Скажем Билинг Или Полилинг И Как Разные Языки Себя В этом Ведут Страшно Интересная Тематика Особенно Если Языки Разных Систем Совсем Ну скажем Один Тональный А другие Нетональный Значит То где Тональность Для Нетонального Языка Ну немножко Иначе Стало Говорить То для Тонального Языка Это Обрушение Языковой Системы То есть Это Очень Интересно Ну и Конечно Онлайн Методы Которыми Вот мы Например И работаем Это Прайминги Всякого вида Лексикл Десижн Айтрекинг То есть Свяжение За микродвижениями Глаз Парсинг Там Селф Тест Риви Ну в общем Их Большие Батареи Всяких Возможностей Ну Энцефалограммы Вот я говорю Энцефалограммы Могут У ребенка Это абсолютно Это безопасно Это невольно Это быстро Это вообще Тут не о чем говорить И эта Энцефалограмма Может дать информацию При сопоставлении С другой информацией Вы можете получить Оценку Этого ребенка Да Вот анализ Движений глаз Это Вот мы так тоже Работаем Это довольно Дорогая аппаратура То есть Та которая Нам нужна Дорогая Она есть и дешевая Но Ни Толку нет Вот И это Господи Прибор следит За сакадами Так называемыми Вон там Мой сакад Микродвижениями глаз И он показывает Где на самом деле Находится Ваше внимание И вы об этом Не знаете Кстати Я Я имею ввиду Что я как-то Была давно Была в Италии На когнитивной конференции Там фирма Представляла Эти айтрекеры Они говорят Мадам Мол Не хотите ли сесть А я обожаю Это дело Во всякие авантюры Я конечно села Они мне на экране Показывают картину Веласкеса И я на нее смотрю Девушка Из интеллигентной семьи Да Когда они мне потом Показали Куда я смотрела То оказалось Что все это время А это было Не маленькое время Я разглядывала Только одну вещь И это был манжет Вышитый Чтобы на лица К примеру Посмотреть Да Тонкая передача Смысла Вот так Так что Дальше То есть мы В случае Если это нарушение Чтения Например Мы знаем Что там происходит Он нам говорит Он читает Читает Сюда Перескачил Зачем-то сюда Пошел Это он вообще Пропустил Здесь он почему-то Это очень точное Измерение То есть Сколько времени Фикциация происходит Долго ли Как часто Эти реверсии Туда-сюда Он крутит То есть мы Большую информацию Получаем Дальше Вот так вот Выглядит Чем больше Кружок Тем большее Время Он на этом Кружке стоит А это Для анализа Информации Потому что Мы же должны Объяснить Почему он На этих рецептах Почему он Столько времени Здесь сидел То есть это нам Именно Помимо Такой Прикладной Информации Это нам дает Научную Огромную Информацию То есть Про синтаксис Как это устроено Ну и так далее Поехали дальше И я заканчиваю Хочу Обрадовать Тех Кто этого еще Не слышал Потому что Я на каждом шагу Про это говорю Что обучение Меняет Нервные клетки Восстанавливаются Пункт номер один Пункт номер два Обучение Меняет мозг Физически Физически Увеличивается Вот Ну то что здесь написано И растет Эффективность Серого и белого Вещества Но для этого Мозг должен Тяжело работать Это должна быть Трудная В личном смысле Трудная Работа Для бабушки Старушки Которая Легкий кроссфорд Решает Он является Трудной задачей Это не какая-то Объективность Теорем Доказать Но для вас Это уже будет Теорема А для нас Это будет Там не знаю С санскриптом Ну это я Там другая Но я имею ввиду Что это должно быть Напряжение И в этом случае Оно в прямом Смысле Улучшается Есть исследование В Канаде В частности Что люди Что люди Не монолинбы В старости Отодвигают Альцгеймера Потенциально Доступного Каждому На несколько лет У них память Потому что Тонко И строго Настроенная Нейронная сеть Которая С самого детства Имела Дело С больше Чем одним языком А также Такой же эффект Дает ранние занятия музыкой Не потому что Гиллерс вырастет Этих Гиллерсов Сколько их на свете А потому что Это приучает К тонкой моторике Это приучает К очень тонкому Анализу Звукового входа Микро Разницы В длиннотах В частотах И во всем Это То есть Это тонкая Настройка нейронной сети Которая Потом этому ребенку Пригодится Когда он начнет Читать И писать Вот я так Закручу И я вас благодарю Вот этот рисунок Не просто так Здесь помещен А у нас В Петербурге Есть замечательный Флорист Корякина Ее фамилия Международная известность Она Бог знает Что делает С цветами В том числе Она их замораживает Видите Он там Так это я к тому Это у меня метафора Это я к тому Что Кто заморожен Его можно разморозить Если правильно подойти Так что Спасибо вам Стержение Спасибо 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 Спасибо